Всем добрый день, меня зовут Роман, канал Redecoration. Сегодня по вашим просьбам сделал видео о бетоне из обычной шпаклевки. Получились у меня вот такие вот красивенькие образцы. И думаю, вам будет интересно посмотреть, как это все дело делается. Погнали! Прежде чем наносить бетон из шпаклевки, нам необходимо уменьшить впитываемость стены, чтобы шпаклевка в стену так быстро не впитывалась и быстро не сохла. Поэтому обязательно мы применяем праймер. Праймер может быть любой, но не крупный, тот, который идет под шелковой краской. У меня в данный момент, у меня есть краска, кстати, очень хорошая. Велатура фонда, это от Вовколор, от питерских ребят присылали. Шикарная красочка, поэтому я в данном случае грунтую ней этой краской. Ну а если нету, то беру праймер от Виан. Тоже покажу. Вот он у меня есть. Или такой праймер. То есть любая грунт-краска, которая подходит для нанесения шелковых покрытий. То есть понятно, потому что задали уже такой вопрос, когда я в сообществе поделился, что буду снимать такое видео. То есть можно ли делать обычной грунтовкой? Можно, конечно, но у вас же, понимаете, шпаклевка будет сохнуть очень быстро. И вы не будете успевать делать рисуночек. Ну, на грунтовке я, ребята, не останавливаюсь. Здесь, я думаю, понятно, все просто-просто. Укрываем поверхность. Хорошо раскатываем. Так как мы будем шпаклевать, то, в принципе, это же не под покраску. Главное, чтобы у нас было сцепление с поверхностью. Всякий мусор, который попадает, ну, это с ведра. Убираем. Так вот убрали. Хорошо раскатали. И ждем полного высыхания грунтовки не менее 4 часов. Здесь по грунтовке, что хочется добавить, я всегда и всем говорю. Особенно, когда вы наносите шелковые краски. Где-то попадется песчиночка, где-то мусор, где-то отвалика получится какая-то еще грянька. После высыхания я всегда такую грунтовку беру, наждачку, натерочку 150-ю. И легонечко прохожу и дальше уже наношу. Значит, ждем, сохнет и наносим первый слой шпаклевочки. Всего, ребята, будет здесь два слоя. Делаю за два слоя, потому что я буду делать продиры на втором слое. И где, если будет видно первый слой, то есть он будет такого цвета. Поэтому наношу два слоя. Первый слой это я взял средний такой цвет. Не средний, а серый. Я потом остановлюсь на цветах и покажу, как я их колеровал. Напишу номера, чтобы вам, возможно, было проще где-то отколировать, у кого есть такая возможность. Ну и здесь просто укрываю поверхность так, чтобы перекрыть грунтовку нашу. Просто наношу и хорошо разглаживаю. Вот эта шпаклевка, я просто что ее взял. Это циррозитовская шпаклевка. СТ-95. А потом еще остановлюсь, покажу ее. Мне получается просто ее хорошо разглаживать. Безо всяких там следов. Просто тонким слоем и укрываю поверхность. Причем кельма обычная, видите, не венецианская, харди. Хорошо работает с этой шпаклевочкой, не чернит, ничего. Вот, видите, я ее могу разглаживать, разглаживать, и она не делает мне никакие подрывчики. И вот когда нанес, я ее хорошо вот так вот приглаживаю полностью. Вообще нигде не оставляю следоват шпателя. То есть тонким слоем позволяет шпаклевочка хорошо пригладиться. Потом еще, когда буду делать бетон, тоже увидите, как она как бы приполировывается так ровненьким слоем. Ну вот все, нанес. И здесь даю хорошо высохнуть. Я даже сейчас не буду сушить феном. Я никуда не спешу, видео я сниму. Для того, чтобы у меня в дальнейшем не было подрывов феном. Я могу где-то пересушить и так далее материал. Поэтому тихонечко поставлю сейчас на батарейку и пускай пару часиков высохнет. И тогда уже будем создавать рисунок. Перед нанесением второго слоя, видите, первый слой у меня уже достаточно хорошо высох, цвет посветлел. Я хочу остановиться, ребята, на шпаклевке, с которой я работаю. Значит, здесь у меня шпаклевочка ST95. Она в белом цвете. И отколировал я в серые цвета в три штучки. Значит, по номерам. Я не помню, как эта карта правильно называется. Но если у вас есть такие номера, значит, вы можете на коллеровочной машине отколировать точно такие же цвета. Это S3000N. Она получилась у меня вот такая светло-серая. Дальше идет цвет немножечко потемнее. Почему цвета такие? Они же после высыхания немножко светлеют. Ага, вот выбросил секунду. Значит, второй цвет S3502Y. И самый темный цвет S4000N. Значит, я просто уже экспериментировал. И этот цвет получается довольно-таки темный. Поэтому сделал еще немножко посветлее. Теперь хочу остановиться по рисунку. Значит, я буду делать, ребята, вот такой вот сейчас рисунок. Единственное, что я образец... Этот образец делал вот так вот он стоял. Вот так вот он стоял. И я делал такой вот рисуночек. Но перед этим я делал образец. Делал вот так вот. И если посмотреть на этот первый образец, надо стараться избегать таких прямых полос. Видите, да? Смотрятся они некрасиво. Поэтому, когда делал уже второй раз, я их старался избежать. И таких полос нету. Просто рисунок раскидываю, как попало. Значит, что? Начинаем наносить. Этот образец убираю в сторону. И по нанесению буду говорить вам уже о цвете. Вы все будете видеть. Я более сильно увеличу сейчас с фотоаппарата. Ребята, смотрите. Образец я еще заклеил, потому что надо будет подтирать, чтобы не шатался. И вот инструмент для нанесения. Два шпателька. Можно шпатель. Это 120, по-моему. Можно 150. Кельма Харди. И морская губка. Но эта губка, она дешевле. Это косметические. Она немножко дешевле. И оставляет совсем другой рисунок. В данном случае она мне подходит. И начинаю создавать рисуночек. Здесь не торцую. Потому что если наторцевать, поклевка размажется. При разглаживании будут очень большие пятна. Поэтому я наношу все это дело шпательком. Пробую как-то поставить фотоаппарат по-другому, чтобы было видно. И здесь начинаю с марракешика создавать темные небольшие участки, которые впоследствии будут видны. Вот здесь край заполняю полностью. Не буду их много делать. Если брать посреди стены, то надо делать где-то какие-то вот такие вот пятнышки. Это, напоминаю, у меня самый темный цвет. Смотрите, стараюсь его так вот разгладить хорошо. Вот, чтобы не получался такой ровный видимый край. Ну и после того, как я его нарисовал, черного цвета, бургально у нас идет, немножечко я хорошо его сразу же разглаживаю. Видите, да, как работает эта шпаклевка? Не делает подрывы. Значит, у меня, ребята, осталось два цвета. Это я был самый темный, и я сейчас беру средний, серый и светлый. И уже просто заполняю, где между ними что пооставалось. Тоже, смотрите, стараюсь сделать какие-то капельки и удалять вот эти вот прямые линии. Так, заполнить уголок. Вот, нормально. Мне уже надо заполнять всю полностью поверхность. Всего три цвета. Абсолютно не важно, что куда рисуете. Ну, пускай, вот на примере, я сделал вот такое вот дело. И опять же, кельму вытер. Все это дело приглаживаю. Видите, шпаклевочка уже начинает прихватываться. И она не... Я не знаю, будет работать так любая другая шпаклевка. Ну, надо пробовать, ребят. Я думаю, что все будет нормально. Значит, обращаю внимание, можно делать какие-то и пустоты, промежуточки. То есть, полностью не заполнять. Значит, сейчас взял самый светлый цвет. Шпателя, конечно, лучше чистить. И заполняю все остальное, что у меня не заполнено. Говорю, можно делать где-то какие-то и пропуски, чтобы был виден нижний слой. Значит, вот это сейчас цвет у меня, вот этот самый светлый. Обратите, ребята, внимание, как работает данная шпаклевка. Можно сказать, я работаю в реальном времени, так как вы видите. Видите, первая уже посохла. Буквально за одну секундочку. И оставляется такой ровненький след везде. Вот давайте на примере. Вот возьму шпателек. Опять же, серая шпаклевка. Давайте вот здесь вот буду заполнять. Видите, да? Нанес и снял. Все это дело остается так, как и было. Видите, как сохраняется рисуночек. Вот. То есть просто тупо заполняю. Вот еще раз. Секунду возьму шпаклевки. Сейчас уже много взял на шпатель. Ну, неудобно. Одной рукой же камеру держу. Наношу, ребята, и снимаю. Вот оно. Видите, весь рисунок, который был, у меня остается. Ну, можно сказать, что я все заполнил. А, серединка. Здесь и вот здесь вот два участочка. Так, это дело я вам показал. Вот получается такая штука. И эта штука реально мне вот это все видимое не нравится. Поэтому, ребята, смотрите, сейчас я уже беру кельму Харди. Много материала на ней не оставляю. И этот рисунок как бы начинаю скрывать. Даю чуть-чуть слой побольше. Особенно вот эти вот видимые пятна, которые были линии. Если где-то еще что-то мне не нравится, я могу еще подправлять. Вот это вот черное мне не нравится. Надо, значит, подснимаю. Если хочу, чтобы что-то проявилось. Вот здесь вот я его так скрываю. То есть чуть потолще слой и чуть-чуть больше даю по времени ему подсохнуть. И вот здесь вот еще скрою вот это вот такое явно черное пятнышко. Где-то надо будет подснять, а где-то еще и добавить. Абсолютно ваш выбор, как вы что делаете. Ну вот пускай будет как-то так. Чем понравилась эта шпаклевка, я все это делаю вот так вот уплотняю и заглаживаю. Где слой потолще, видите, оно получается так. Значит, еще я бы хотел добавить чуть-чуть сереньким. Вот здесь вот по цвету. Это я взял средний цвет. Вот как-то так вот сюда. Сюда его добавляю вот этой грязи. То есть уже не сильно черное, а вот такое вот серенькое. Вот. То есть уже я заканчиваю создание рисунка, который я хочу сделать. Получается вот какой-то такой рисуночек. И сейчас хочу добавить немножко белого. Смотрите, ребята, просто губку беру и шпаклевочку. И начинаю делать вот такой вот образ. Где-то что-то добавляю белого. Потом еще могу добавлять и серенького, и черненького. Вот оно вот так вот у меня получается. И здесь сразу же керма харди опять. И начинаю все это дело смешивать. Значит, я сейчас вторую камеру беру в сторону, убираю. И создаю уже рисуночек, который мне нужен. По времени, видите, шпаклевка сухая, уже не смазывается ничего. Здесь вот здесь получилось у меня уже нормально. Мне не нравятся вот эти черные пятна такие видимые. А сейчас все это дело буду вот так вот с помощью губки разными цветами смешивать. Вначале здесь еще немножко белого. Видите, как оно классно уже поперекрывалось. И хочу, ребята, добавлять сейчас еще местами черненький цвет. Значит, здесь попробую чуть-чуть. Здесь на стене абсолютно не важно, как вы раскинете. Главное, я говорю, не делать вот эти полосы, которые мне не понравились. Видите, черненький цвет очень хорошо все изменяет. То ли черный, то ли... Но в основном все сероватое такое вышло, да? Вот сюда. Если чуть-чуть подожду больше, то пятнышки будут более контрастные. Меньше будут размазываться. Так, вот здесь сильно видимый у меня получается нижний слой черный. Ну, и сейчас это все дело заторцуется и пойдет как бы пятнышками. Так, все. И сейчас только добавлю белое, где-нибудь где надо осветить, осветлить. То есть мне реально не нравится. Вот это такая длинная полоса. Я ее... Вот так вот раз. Где-то здесь. Вот это вот не нравилось. И вот это вот. Вот. Видите, белый цвет смешивается с теми цветами. Он получается не белый. Есть какой-то оттеночек. Но получается вот такой вот бетончик. И все-таки где-то видно такие следики. Прямые. Их не должно быть. То есть не должно быть такого четкого следа, читаемого от шпателя, когда я наносил первые слои. Видите, да? Где-то еще что-то подправляю. Там, где отхожу, где вижу, там и подправляю. Считаю, ребята, что рисуночек у меня создан. Теперь мне хочется сделать на металле, на материале какие-то такие неровности, углубления. Все как есть на бетоне. Поэтому я делаю такие небольшие продирчики. Можно было взять даже железную щетку. Я ее хотел взять, но вот не взял я из дому. И начинаю и так проводить. Сейчас я вам покажу, как оставляются царапины. И так, куда попало? Думаю, вам хорошо видно, как я здесь протянул. Вот здесь вот видно. Если посмотреть сбоку, вот отсюда хорошо видно. Видите, шпаклевочка уже начинает блестеть. И, в принципе, этого достаточно. Но, 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 но. Я еще беру кельму. И вот так вот кельмочкой. Тоже как бы показать вам. Делаю продиры. И при этом, если сильнее нажать, можно снять до первого слоя. Видите, вот здесь вот я его подснял. Можно сделать поуже. И получаются такие неровные, такие как бы неровности на бетоне. Все это дело сделал. И начинаю уплотнять. Только со стороны еще смотрю, если надо где-то добавлю какой-то продирчик, например, вот здесь вот. Вот и вот так вот. И все. Если посмотреть на эти продиры на первом образце, на котором я делал, вот смотрите сбоку, их хорошо видно. Здесь уже сухой образец. Вот продольный, вот видны первые слоя. И видны царапинки от щетки. В момент, когда я делаю продиры, ребята, бывает, что вот там у меня так получилось. Первый слой, например, я сильно снял. И получилось такое четкое пятно. Не одинаковое, неоднородное. Вот, например, на этой полоске видно, что она тоже какая-то, видите, вот такая вот неоднородная получилась какая-то. Вот сюда. Поэтому в таких случаях можно еще взял я морскую губку и немножечко сюда раз-раз. И сразу же это дело я приглаживаю, то есть скрыть равномерность рисунка. Понимаете? Чтобы было несколько цветов. Значит, ребята, что? Образец у меня полностью сделан. Видите? Хорошо вот так вот полируется кельмой, абсолютно без подрывов. Не знаю, говорю, будет работать другая шпаклевка в такой технике или нет. Значит, сейчас мы его оставляем полностью высыхать и покроем воском. Воск тоже покажу какой. Он и защитит нашу поверхность и придаст более-менее ей отблеск. Знаете, блеск какой-то, как есть на бетоне. Опять же, не спешу снимать, буду продолжать уже, ребята, завтра. Хочу, чтобы хорошо все высохло. И вы видели натуральный цвет, который есть. По рисунку здесь исправлять уже вообще ничего не буду. Возможно, даже вот тоже какая-то есть длинная вот эта вот полоса. Вот ее разве подправил беленьким вот здесь вот. Вот она какая-то такая, чтобы немножко перекрыть, знаете, чтобы не шло ровненьким. И все. Вот оно. То есть можно возвращаться. То есть шпаклевка, вот вы смотрите, высохла, она уже заглаживается. И можно рисуночек подправлять даже уже там после высыхания. Сюда немножко вот подобавлял черных капелек. Все. Говорю, главное не вести на стене какими-то прямыми линиями. Ну что. У нас все сохнет. Вы оставляйте комментарии. Потом мы этот образец бетона будем сравнивать с бетоном из хорошего, качественного материала. Значит, все. Сохнет. Ребята, образец высох. Я единственное снял малярную ленту и переклеил новую перед нанесением воска. Посмотрите, какой красивенький рисуночек получился у меня. Очень мне нравится. Видны вот эти продиры. Смотрите, где я делал глубокий продирчик и добавлял потом цвет. Ну просто идеально. Возможно, внизу, видите, тут не позаполнал. Эта пятнышка можно было исправить. Его даже можно исправить и сейчас. И вот это, ну, издалека смотрится очень интересно. Значит, данный бетон, понятно, он не такой прочный, как делать из оригинальных материалов. Но как бюджетный вариант пойдет, конечно, без разговоров. Будет смотреться очень красиво. Ну, его надо чем-то защитить, покрыть, покрыть им. Чтобы можно делать вылажную уборку. Можно покрыть лаком. Но лаком я не рекомендовал бы, чтобы не было такого большого глянца. И не было видимой корки от лака. Уже если и покрывать лаком, то лак надо развести хотя бы на 40% водой. Я остановился на воске для наружных работ. Я работал уже этим воском. Вот вам покажу. Это воск от Бродека Вакс. И от него получается такой небольшой глянец. Вот он такой густенький. Значит, что? Беру поролоновый валик. Раскатываю, ребята. Смотрите. Я образец не грунтовал. Не вижу смысла. Потому что некоторые воски, когда наношу там по декоративке, грунтую. Они как бы, особенно тот самодельный, да, на клею. Он как бы отходит. В данном случае воск держится очень хорошо и шикарно. И создает какой-то такой свой эффект. Вот это, в принципе, и все по созданию бетона из обычной шпаклевки. Как обычной, готовой, акриловой. Почему не из сухой, ребята? Ну, это очень просто. Потому что готовая шпаклевка в ведре живет очень долго. Вы ее отколеровали, и она у вас там хранится в этом ведре неделя или больше. А если делаете сухой, вам постоянно надо взвешивать шпаклевочку, разводить. Она густеет, работать неудобно, подсыхает. Колеровать одинаково надо. Поэтому тут просто надо купить готовую шпаклевку. Ну, и как обычно, скребочек разгладили. И все. Значит, давайте сейчас, ребята, сравним, какой получается вид гулянец. Смотрите, этот образец, который я только что закончил, он у меня заклеен малярной лентой. Да, здесь надо протереть еще тряпочкой воск. Он, когда чуть подсыхает, немножечко так наполировывается. Ну, здесь главное мне было просто защитить покрытие. Это я сильно рано начал тереть. Надо было ему дать подсохнуть. Потому как вижу, вот остаются такие разводы от тряпочки. Видите, да? Немножечко такие. Ладно, я его чуть позже подотру. А давайте вот возьмем образец уже, который я делал пару дней назад. И мы просто, я вам покажу на блеск. Вот свежий образец видно, да? И вот образец уже высохший. То есть на материале явно видно, что присутствует какой-то такой блестящий эффект, но не очень большой. То есть именно этот воск, ребята, мне очень подошел для данной работы. Теперь давайте все-таки сравним еще раз бетон из шпаклевки и оригинальный бетон, например, от торговой марки Дорика. Конечно, этот бетон позволяет делать вот такие вот углубления. Также данным материалом можно создавать при уплотнении такие небольшие раковинки, которые действительно будут уже имитировать как поверхность бетона, да? И здесь он покрыт специальным ихним покрытием. И, конечно, он не так уже блестит, как от воска. В принципе, ребята, оба материала, видите, очень достойны. Этот будет как бюджетный вариант. Тем более у меня не раз говорили, сделайте шпаклевки, покажите. Если прийти и выведите в помещение вот такую вот стеночку, даже никто и не подумает, что это сделано из шпаклевки. По технике нанесения этого бетона она аналогична. Здесь немножечко есть отличий. Почему я вам, ребята, рассказываю? Смотрите, у меня есть такая стеночка, здесь рабочий столик. И всю вот эту вот стену я хочу задекорировать. И в этом углу, конечно, если производители от Дорика дадут материал, то я обязательно сделаю оригинальным бетоном. Но я думаю, будет. А с той стороны хочу сделать бетон вот такой вот из шпаклевки. Потому что реально люди приходят, вот смотрят, надо делать стенды. Вот смотрите, как у меня в салоне, да? Какие-то образцы, небольшие стенды, ну их уже видно. Или вот этот стенд от Феррары. Тоже интересно, есть какой-то объем. И люди видят уже более-менее, как это все выглядит на стене. Ну, ребята, такие видео я, конечно, буду снимать уже, когда буду делать данную стену. Я не знаю, я планирую уже с завтрашнего дня начинать ее шпаклевать. Сейчас просто немножко больше набралось работы. Но сегодня вам показал, как сделать вот такой бетон. И шпаклевочки еще раз вам показываю. Ну, здесь еще воск сыроватый, да? Вот, не знаю, виден там какой-то глянец, не глянец сейчас. Ну, я что мог, то вам показал. Ну, а на сегодня, ребята, у меня все. Не забывайте смотреть видео, делиться ими в сетсетях. Этим вы сделаете для меня очень хорошее дело. Желаю вам всем удачи и добра. До свидания, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok